Все последние дни мы много рассказывали о спорте, но сейчас о тех, для кого он мечта. Чтобы она стала реальностью, фонд «Артист» и фонд «Жизнь в движении» провели благотворительный концерт. Главная цель — помочь людям, которые нуждаются в дорогостоящих протезах, на которых можно покорять любые вершины и даже кататься на сноуборде. Наш корреспондент Ольга Князева собрала истории людей, которые доказали, преград для них не существует вовсе, но поддержка очень нужна. Здесь есть «Хёртс» группа из Великобритании, из Нью-Джерси группа, русские. Обычно протез, исписанный автографами любимых музыкантов, Полинина гордость. Но вот в такие минуты она его просто ненавидит. Жутко неудобно, а хочется заниматься спортом. Нет, нет, нет. Один раз отпущу? Нет, да я опять встану, но не нужно. Она раньше о спорте не задумывалась. Ходить получается, бегать получается, так что никто не понимает, что под джинсами искусственная голень. И достаточно. Но вот случился в её жизни Эльбрус. Перепады давления, нехватка кислорода, ветер в лицо. Но и протез никто не отменял. Мне было настолько плохо, что я думала о том, чтобы уже спуститься вниз. Но я посидела, подумала и решила идти дальше. И поднялась на 5000 метров. А когда спустилась, поняла, что без новых горизонтов жить не может и не хочет. И вот уже папа колдует над её ногой. Протез для спорта не предназначен. Но можно сделать так, чтобы он не сгибался. Тогда получится встать на сноуборд. Я нашла именно тот протез, который мне бы хотелось. Протез специально предназначенный для езды на сноуборде. И мне бы очень хотелось на нём поучиться кататься. А потом на нём можно выполнять разные... Не только просто кататься, а выполнять разные трюки какие-то. На данный момент это моя мечта. Мечта о свободе и новых возможностях. Она наверняка есть у многих. Но одним не хватает силы воли, другим мешает лень. А вот этим людям не хватает только крепких рук и ног. Благотворительный концерт фонда «Артист» и фонда «Жизнь движений» в Театре нации. Это шаг к тому, чтобы хорошие протезы были не мечтой, а реальностью. Вот мы их поставили на ноги. Они покорили горы. Они прыгнули с парашютом. Они играют в большой теннис. Но каждый день что-то случается. Наша цель – найти возможность, собрать средства. И всё-таки построить свой небольшой маленький центр, куда каждый мог бы обратиться и починить свою ногу. В России есть центры протезирования, но и нуждающихся много. Большая очередь. А им вот это всё хочется делать сегодня, сейчас. Наши протезы не только для жизни, но и для спорта должны стать доступнее. И будь у Коли спортивный протез, он бы не на коляске играл в теннис. Моя мечта – сделать так, чтобы в Москве появился такой центр с новыми технологиями, по протезированию. Могут откликнуться люди, которые неравнодушные и которые поддерживают эту идею. Люди неравнодушные к чужим мечтам. И как не поверить в этих юношей и девушек, если им уже горы по плечу. Смотрите на эту рожку, на это лицо. Оно счастливое и уставшее. И при этом, видите, здесь рассвет. Я встретил рассвет потрясающей красоты. И как не поверить в них, если Алексею из Казани под силу играть сложнейшие композиции на фортепьяно вот так, без пальцев. Они уже умеют, кажется, невозможно. Но быстрее, выше, сильнее никто не отменял. Они стремятся в спорт, потому что в спорте нет места жалости. Им не нужна жалость. Им нужна поддержка. Ольга Князева, Дмитрий Киеновский, Илья Репнин, Марьяна Соболева и Владимир Ольховский. Первый канал.